Встреча с Владимиром Лениным Встреча с Владимиром Лениным С этой целью мы пригласили экспертов. Они разные люди, но все они изучали жизнь вождя и знают о нем, если не все, то очень много. И первый наш эксперт Сергей Викторович Девятов, профессор, заведующий кафедрой истории 20-21 веков Московского государственного университета. Здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте. Вообще личную жизнь государственных деятелей в начале 20 века снимать было не принято. Тем не менее, сохранились некоторые кадры, которые можно назвать приватными. И в том числе кадры Владимира Ленина в домашней обстановке. В середине февраля Владимир Ильича посетил корреспондент одной из нью-йоркских газет «Линкольн Эйр». Вместе с ним приехал кинооператор Виктор Кьюбс, который и запечатлел эту встречу. Вот что это за журналист? И вообще для чего было осуществлено это мероприятие, на которое позвали кинооператора? Ну, Эйр не сказать, что журналист самого высокого уровня, самого высокого качества, но он представлял в этот момент издание «Уолт» американское. У него было релекционное задание получить интервью у Ленина, как руководителя рабочего христианского правительства, как руководителя советского... То есть это была инициатива американская? Да, инициатива была американская. Начиналось интервью в его рабочем кабинете, третий этаж здания рабочего христианского правительства. Ну, в свое время это называлось здание «Кремлевский сенат». Вот в этом кабинете в Кремле, обстановка которого в неприкосновенности сохранена до сегодняшнего дня, Владимир Ильич принимал государственных и партийных деятелей, делегатов с фабрики, заводов... Рабочий стол Ленина. Здесь очень любопытно стоит телефон с диском крутящимся. Это вот первая кремлевская вертушка, это автоматическая связь, то есть без телефониста. Да, здесь вот ленинские карандаши, специальная такая витая подставка для ручки. Кстати, ручка из Дагестана. А спиной к нам сидит знаменитая обезьяна, это Арманд Хаммер подарил Ленину. Обезьяна сидит на книжках Дарвина, бронзовая скульптура, а в руках держит в одной руке человеческий череп, а в другой инструмент для измерения черепа, такой антропологический циркуль. Планета обезьян. Вот, вот, вот. Второго времени. Ну, Ленин очень живо тут, так сказать. Нет, мимика хорошая здесь, надо сказать, что вот и жестикуляция идет. Вот более крупный план. То есть тема разговора Ленина с Эйром была о взаимоотношении советской страны и Америки? Не только Америки, скажем так, буржуазного окружения. Журналист тщательно записал все, что говорил Ленин. Это было, да, это было опубликовано в Штатах практически сразу же. Были перепечатки, вот как ни парадоксально, только в 57-м году советские читатели, советские ученые получили возможность это дело смотреть. Беседа продолжалась в маленькой, просто обставленной квартире, которая находилась недалеко от кабинета Ленина. Здесь жили Владимир Ильич, Надежда Константиновна и младшая сестра Ильича, Мария Ильинична. Давайте посмотрим, что за портрет. Ленин Крупская. Это комната Крупская. Кровати железные. Да. Сейчас бы сказали армейские. Ну, они чуть, чуть покрасивее. Вот, соответственно, рабочий стол Крупская, а с этой стороны стоял большой книжный шкаф. А вот это очень любопытно. Это первое, самое большое помещение в квартире. Оно ближе всего как раз к залу заседания и к кабинету Ленина. Это гостиная. А кто предложил перейти в домашнюю обстановку? Сам Ленин или американец? Это явно Ленин. Потому что пригласить к себе в квартиру. Вообще в квартире Ленина очень мало снималось. Есть еще несколько фотографий, но там родственники Ленина. Там не фигурирует сам Владимир Ильич. Вот. Но такая вот уникальная совершенно съемка. Да, у Ленина было на постоянном пребывании. Живность. Коты были. Коты, кошки. Ну, максимально у Ленина в квартире жило три кошки. А одновременно? Одновременно. То есть он был кошатником? Вообще он очень любил собак, но собак он не держал. Но охота с собаками – это было его любимым занятием. Такой любимой формы отдыха. Он был охотником? Он был охотником. И хорошим, говорил? Хорошим. Вообще, если говорить о живности в Кремле, то это достаточно любопытная вещь. У многих были кошки, но были какие-то такие экзотические вещи. У Дзержинских, кстати, жили кошки. И очень любопытно было у Бухарина. У Бухарина жила домашняя леса. У вас? Тоже в Кремле. Никого не покусала? Нет, была мирная леса. Единственное, что в середине 20-х годов комендант Кремля Петерсон запретил держать в Кремле собак. Но коты гуляли по Кремлю достаточно свободно. Есть мемуары. Там сотрудники охраны, которые охраняли в тот момент Кремль, они уже так узнавали по морде, чья кошка пошла. Здесь хороший вот такой вот живой разговор, очень живая мимика. Это продолжение интервью. На самом деле интервью продолжалось именно вот здесь. Другой вопрос, что судя по всему, там были обсуждались какие-то и более такие, что называется, личные вещи. Но это, конечно, в интервью не попало. То есть мистер Эйр задавал вопрос личного характера Ленина? Уму Линкольн Эйр скорее интересовался тем, что происходит. Он проехал по стране, он видел страну. Страна – это гражданская война, это совершенно ужасающая обстановка. И, конечно же, судя по интервью, там есть несколько недосказанностей, где вот явно задавался вопрос. А вот, собственно говоря, вывод к этому страну вели. При том, что Эйр, судя по всему, до этого в царской России не был. То есть это было первого знакомства. Но, конечно, февраль, середина февраля 2020 года – это ужасающая ситуация в стране. Они просто ужасающие, это мягко сказано. Это тяжелейшая эпидемия, это гражданская война, это абсолютно братоубийственные. И, конечно, вот в интервью эти проходы есть, вот как бы, ну, а к чему вы привели? Ну, они так вот обрываются. – Прозвучало это интервью на Западе? – На Западе, да. На Западе, в Штатах оно прозвучало, его перепечатывали. Есть кадры эти ленинские в западных архивах, ну, в Штатах в частности. Сказать, что оно произвело фурор, интерес вызвало, тираж у издания поднялся. Ну, просто потому что постоянно новостная повестка Советской России, РСФСР. Вот, и Ленин был действительно любопытен. Но сам журналист – это была вершина его карьеры. Во время митинга на бывшем заводе Мифельсона в августе 1918 года было совершено злодейское покушение на жизнь Владимира Ильича. Все трудящиеся нашей родины с волнением и надеждой ожидали выздоровления любимого вождя. Ну, вот следующий сюжет из жизни Владимира Ильича Ленина. Как известно, на Ленина было неоднократно совершено покушение, но, грубо говоря, удалось в какой-то степени одно. В августе 1918 года Фанни Каплан стреляла, попала, серьезно ранила Ленина. И вот было осуществлено такое мероприятие – съемка Ленина после выздоровления. То есть страна должна была узнать, какова судьба Владимира Ильича, любимого вождя. Бонич Бурьевич был инициатором этой съемки. Это 16 октября 1918 года. Ленин специально приехал на эту съемку из Ленинских горок. Тогда, из обычных горок. Через два месяца после... Нет, через полтора. Выстрелы были 30 августа. Это съемка 16-го. 14-го Ленин вернулся. У него серьезное ранение было. Да, более того, у него в теле было две пули. Фанни Каплан четырежды стреляла, из них две пули оказались в теле Ленина. Но главное – это такая вот предельно опасная вещь – это пуля задела ключицу и рядом с сонной артелью остановилась. Вот, это вот реально. Но, на удивление, Ленин достаточно быстро пошел на поправку. Ну, во-первых, от завода Михельсона он был на машине, за рулем был его водитель Степан Казимирович Гиль. И, соответственно, Ленин был доставлен в Кремль. Быстро. Быстро. Были вызваны врачи. Он даже смог сам подняться по лестнице на третий этаж. Ну, его поддерживали, но максимально быстро останавливали кровотечение. Пули, насколько я помню, не достали сразу из тела? Одну достали. Вторая была операция через два года. А, все-таки вторую сними? Да, была операция, да. Я почему-то думал, что так он и умер. Нет, нет, достали. Но, тем не менее, вот мы видим, полтора месяца прошло после серьезного войны. Вот и выглядит хорошо, улыбается. Надо понимать, что Ленин-то здесь молодой. Это вот в советские времена как-то было принято говорить дедушка Ленин. Здесь Владимиру Ильичу 48 лет. Вот, но левой рукой был тяжел, как ключица была повреждена. Поэтому, скажем так... Она не подвязана? Нет, нет. Свободна именно? В данном случае уже спокойно Ленин мог двигаться, но болевой синдром существовал, то есть болела рука. Любопытный мужчина. Да. Интересно, кто это такой. Как профессор или адвокат? Нет, ну, скорее адвокатов таких все-таки, наверное, не было особо. Это, скорее всего, кто-то из старых жителей Московского Кремля. Ну, типаж такой характерный для старой, что называется, эпохи. Да, эпохи. Очень такой колоритный мужчина. Он с любопытством так смотрит. Да. Я не знаю только такое впечатление, что он с любопытством смотрит не на Ленина с Бону Гвоевича, а на камеру. На камеру одна знака. Ему камера интересна. Абсолютно. Ну и плюс попасть в кадр. Да. Во всяком случае, что-то попал в историю. Мы с вами посмотрели несколько кусков из жизни Ленина. Вот как вы думаете, какое место Ленин занимает в истории 20 века? Ну, это автор одного из самых страшных социальных экспериментов, которые пережила наша страна. Но если вот брать опросы общественного мнения, которые проходили не у нас, а, скажем так, на Западе, то Ленин фигурирует в качестве одного из ста человек, которые определяли историю 20 века. И на этом месте Ленин останется. И, конечно, это такая историческая фигура масштабная. При этом, не дай Боже, повторить подобный эксперимент, который провел с Россией Владимир Ильич Ленин. Ленин фигура масштабная. Но, конечно, прежде всего, Ленин – политический деятель. Публичная деятельность вождя запечатлена кинохроникой особенно подробно. Это конгрессы, парады, митинги. Разобраться в этих кадрах нам поможет сотрудник исторического музея Ольга Владиславовна Гранкина. Здравствуйте, Ольга Владиславовна. Здравствуйте. Ну, начнем, наверное, по порядку. С 1918 года. Согласен. С первой пленки, которая сохранилась. Совершенно верно. Давайте посмотрим. С удовольствием. С удовольствием. В этом году была поздняя весна, и в Москве еще лежал снег. День 1 мая был отмечен демонстрацией трудящихся и парадом молодой Красной Армии. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ленин в сопровождении Надежды Константиновны Крупской и Марии Ильиничной Ульяновой присутствовал на военном параде на Ходынском поле. Владимир Ильич здесь в зимнем пальто и шапке. Отец сам, например, любитель, очень человек закаленный, любитель холодного воздуха. Это Мария Ильинична, тем не менее. А Мария Ильинична в модной шляпке с вуалькой. Да, это так. А вот этот молодой человек в форме, это сотрудник гаража ЦИП, который, видимо, обеспечивал автомобиль для первого лица государства. Кстати, мы должны обязательно напомянуть, кто же сделал первую съемку, Петр Карлович Новицкий. Он говорит, что я расположился на грузовике и хотел снимать парад. И вдруг увидел машину с Владимиром Ильичем Лениным, рванулся к этой самой машине, но не смог попросить его выйти из машины. Постеснялся. Постеснялся, вы знаете, он постеснялся, действительно. Я думаю, что он потом жалел, потому что вообще-то Ленин откликался. Он ценил чужой труд, и я думаю, что он, конечно, уже вышел. И понимал значимость подобных съемок. Ну, теперь 7 ноября 1918 года. Первая годовщина. Первая годовщина революции. Ну, народу много празднуют. Конечно, ну, заранее в газетах был опубликован маршрут для того, чтобы демонстранты стекались в центр Москвы. И конечная точка, нынешняя театральная площадь. Театральная площадь тогда, да, площадь революции, площадь Свердлова рядом. И вот мы видим с вами открытие временного памятника Марксу Энглесу. То есть он гипсовый? Да. Вот здесь уже оператор крупно снимал. Да, здесь крупные планы. И мы как раз здесь видим на этой съемке Ленина-оратора. Он прекрасно говорил. Очень много воспоминаний людей, политиков и простых людей, которые его слушали. И до революции, и в годы советской власти. Причем, вы знаете, Ленин не только сам выступал, но он с его подачи выступали на митингах все крупные советские партийные работники. И он считал, что в трудные годы, в трудные времена, это вообще, может быть, самое важное. Постоянно общаться с народом, разъяснять, отвечать на вопросы. Ну и, конечно, пример показался. Наверное, был только один период, когда Ленин не выступал на крупных мероприятиях и митингах. И когда же? Это после ранения. Вот когда его 16 сентября врачи, скажем так, выписали, и он приступил к работе, условием было, что он 3 месяца не будет выступать ни на каких массовых мероприятиях. Он был очень законопослушный человек, и он действительно выдержал эти самые 3 месяца. Я думаю, что врачи абсолютно правы, потому что Надежда Константиновна Крупская в анкете Института мозга, она говорила, что Ленин всегда, во-первых, готовился к своим выступлениям. И он всегда волновался перед выступлением. 25 мая в Москве на Красной площади состоялся парад курсантов военных училищ и рабочих полков, которые прошли единое военное обучение за 96 часов. А это уже съемка 25 мая 1919 года. На Красной площади состоялся парад войск Всевобыча. Всевобыч, расшифруемые, так модно были тогда сокращения, да, очень интересные, это всеобщее военное обучение. Что оно означало? Что все мужчины призывного возраста от 18 до 40 лет должны были без отрыва от производства по 2 часа в день в течение 2 месяцев овладевать военной наукой. Принимать парад прибыл глава советского правительства, председатель Совета труда и обороны Владимир Ильич Ленин. Вот мы здесь видим Ленина, да, который прибывает как раз на Красную площадь. Мы вот с вами видели съемки, и везде мальчишки, и здесь мальчишки. И здесь мальчишки. Ну, мальчишки, наверное, самая вообще публика неугомонная. Они мне ужасно нравятся на фотографии, как они выглядят. Они совершенно себя чувствуют хозяевом положения. Их не смущает, да, не смущает камера. То есть просто замечательно. Они были везде. Вот мы здесь видим опять рядом с Владимиром Ильичем Надежду Константиновну Крупскую и младшую сестру Марии Ильиничной. А вот сейчас слева, да, слева, да, от Владимира Ильича, да, в Кожанке, да, это Тибор Самуэля, военный комиссар Советской Республики Венгрия, который тоже присутствовал на этом параде, он выступал тоже. И вот на этой пленке он очень часто рядом, в непосредственном близости от Владимира Ильича находится. Ну, напомним зрителям, что в 19-м году три месяца, по-моему, существовала Венгерская Советская Республика, да. Тут и моряки, и солдаты. Да, и штатских, посмотрите, много тут вот. Канатье. У нас в канатье, да, в фуражках. Но здесь он выступает перед памятником Минину и Пожарскому. Да, вы знаете, вот, да, мне кажется, что внимательный зритель, он увидит, что Ленин выступает в разных точках Красной площади. Почему, наверное, тоже мы можем понять, докричаться до всей площади одновременно невозможно. И это показали уже первые мероприятия крупные на Красной площади, когда Ленину приходилось выступать с разных точек. Но обычно это было лобное место, от исторического музея он выступал. А вот на параде Всевобуча решили сделать так, что Ленин будет находиться на площадке, собственно говоря, кузова грузовика. А этот грузовик просто перемещался для удобства Владимира Ильича, и он обращался к людям, собравшимся в разных частях площади. Участники парада демонстрировали свою боевую готовность защищать Республику Советов от врагов рабочего класса. Мы, конечно, когда сегодня смотрим парад на Красной площади, мы видим торжественное мероприятие. Но ведь это май 19-го года. Если брать Советскую Республику, наверное, с точки зрения военного положения, это самое тяжелое время. Ведь в мае 19-го года в Омске был выпущен знаменитый плакат, который назывался «Савдепия и Великая Россия». Так вот, граница Советской Республики на карте нашей страны условно с яблоком величиной. Все остальное – Великая Россия. И на самом деле почти практически так оно и было. Но я хотела бы обратить внимание, посмотрите, как выглядит Ленин, в каком он настроении, как он бодр, как он уверен. И в Оскарту. Да, и, кстати сказать, все участники парада. Все обмундированы. Да, уже в это время обмундированы, вооружены. Хотя, конечно, ну что мы должны сказать, что если говорить об обуви, самая большая, наверное, проблема, если форму пошили, то летняя обувь красноармейцы очень долгое время это были лапти. Но это тоже примета времени, скажем. Здесь этого нет, но понятно. Да, вот как раз здесь мы видим, что с кузова грузовика Ленин разговаривает с кем-то из участников парада, прощается. А вообще Ленин был доступен для простых граждан? Грубо говоря, у него были часы приема? Да, часы приема у него обязательно были, но это было связано просто с тем, что огромное количество людей желало попасть к Владимиру Ильичу. Но если вот он находился вне своего кабинета, то практически любой к нему мог подойти. Через год в Москве состоялся Третий Конгресс Коминтерна. Заседания проходили в Большом Кремлевском дворце. Ну и вот Третий Конгресс Коминтерна. Москва. Да, это Третий Конгресс Коминтерна. Ну вот как оказался на этих ступеньках Владимир Ильич, по-разному все воспоминают делегаты. Ну все-таки, скорее всего, мне кажется, самая версия, так скажем, понятная, что немножечко, возможно, опоздал на заседание. Когда вошел в зал, увидел, что уже выступающий на трибуне, он прекрасно, как оратор, понимал, что нельзя ему, хотя его место было в президиуме, мешать. Поэтому спокойно присел на ступеньки и стал что-то, видимо, записывать, что его интересовало из выступления. Вообще, это для него характерно. Он очень внимательно слушает и делает по ходу какие-то пометки постоянно. И вот Балтянский говорит, что мы одновременно, видимо, с Гибером увидели Ленина, сидящего на ступеньках. Я ему дал знак, и он стал потихонечку, очень медленно вращать ручку аппарата и одновременно поворачивать камеру, как-то наклонять штатив, чтобы Ленин оказался здесь в фокусе. Конечно, речи о том, чтобы какой-то свет выставлять или что-то проверить не было. Отснял он, как он вспоминает, примерно где-то 10 метров. И когда посмотрели, были просто счастливы. Съемка удалась, как они сказали друг другу. Съемка удалась. Давайте покрупнее поставим. С удовольствием, давайте посмотрим. Через год в Москве состоялся третий конгресс Коминтерна. Это последние кадры, по-моему, прижизненные. Вы знаете, последние кадры тоже относятся к конгрессу Коминтерна. Но это кадры, третий конгресс Коминтерна. А последние сняты были, очень короткая съемка, которая сохранилась, ноябрь 22-го года. Четвертый конгресс Коминтерна. Ленин уже болен, потому что это общеизвестный факт, что в декабре 22-го года это сильнейший приступ, уже была парализована правая часть тела. А в ноябре он все-таки, несмотря на плохое самочувствие, он все-таки выступил на конгрессе, но потом уже на многих заседаниях не появлялся. И вот, вы знаете, на что я обратила внимание, тоже, когда читала воспоминания, что делегатам они знали, что Ленин заболел. Им хотелось поддержать его. И они приходили после заседания конгресса к его квартире и под окнами пели революционные песни, в том числе Бандера-Росс. Ольга Владиславовна, ну, насколько я знаю, ведь существует даже пересень целой хроники, которая была, но которая не существует. Совершенно верно. Как вы думаете, есть надежда, что когда-нибудь ее можно будет найти? Вот вы знаете, я оптимист по жизни, и мне бы очень хотелось, чтобы были найдены вот эти метры кинолент документальных. Напомните, пожалуйста. Ну, вот для меня, например, очень интересно, что ведь Ленина начали снимать еще до октября. И есть съемки, которые были сделаны до Октябрьской революции. Это где же? Например, в Стокгольме. А, когда он ехал из Германии в Россию? Совершенно верно. Когда он выехал из Швейцарии, где он находился в эмиграции, и через территорию воюющей Германии, вот это путешествие, как пишут, в пломбированном вагоне с правами экстерриториальности, пересекают практически всю Европу. И вот в Стокгольме шведские социал-демократы встречают группу эмигрантов. Фотографии есть. Фотографии известны. Но газета политики, газеты шведских социал-демократов писала, что и киносъемки велись в этот день. Надо ехать в архив в Стокгольме и смотреть. Возможно, там нас ждут открытия. На Третьем Конгрессе Ленин выступил с докладом о тактике РКПБ и произнес речи по итальянскому вопросу и в защиту тактики Коминтерна. Ольга Владиславовна, а вот как вы относитесь к Ленину как государственному деятелю? Вообще, вот мы с вами посмотрели. Да, мы посмотрели. Но вот знаете, на что я обращаю внимание? И я думаю, обратят внимание зрители, которые будут смотреть этот фильм. Ведь съемки, которые, вот все эти съемки, сохранившиеся, они охватывают период с 1918 по 1922 год. Это время, когда становится понятно, что революция – это не праздник угнетенных и эксплуатируемых, как это написано на лозунгах и на плакатах, а что это тяжелейшее испытание для страны, оказывается. И для меня очень важно, что Ленин, приехав в Россию радикальным революционером, уже к 1921 году, говорит о другом пути все-таки для России. И это реформа, это новая экономическая политика. Поэтому я не могу, глядя на этот путь, относиться к этому без уважения. Это огромная ответственность, которая была на нем. И умение в разных совершенно условиях принимать, что я очень ценю в нем, как в политическом деятеле, нестандартные совершенно решения. Вот. Надеюсь, что ответила на ваш вопрос. «Музыка» «Музыка» Важное место в советском кинематографе занимала Лениниана. О Ленине были сняты десятки фильмов. Но сейчас режиссер обходит его стороной. Один из немногих, кто высказался на эту тему, это режиссер Владимир Хатиненко. Здравствуйте, Владимир Иванович. Здравствуйте. Вы неоднократно обращались к образу Ленина в своем творчестве. Почему? Ну, неоднократно, наверное, это привлечение легкое. Но, во всяком случае, вот последний период, вот этот вот, ну, можно сказать, что я даже удалось сделать «Триптих». Это восьмисерийный фильм «Меморандум Парвуса», канал «Культура», «Демон революции» на российском канале был показан. И как центральная часть композиции – это полнометражный фильм для кинопоказа. Это Ленин, неизбежность. В этом смысле я достаточно долго в этом материале, скажем, там, живу. Понимаете, когда носишь в детстве, вот это интересный момент. Я же сходил с «Октября»-то, носили значок, где было изображение маленького Ленина. – Гудрявой головой. – Да-да-да. – В общем, мне даже мистически это заинтересовало. Вот я тогда, и мне даже в голову не сбрело, что когда-то, что я буду делать про это кино. И мне даже мистически интересно было пройти этот путь от этого мальчика, который носил эту звездочку, пройти через вот эти вот все периоды изменений сознания, общественного, массового сознания. Потому что, когда мне сказали, а вы как относитесь? Я говорю, это неправильный совершенно вопрос. Что значит, как отношусь? Мне интересно понять, кто это был. Понятно, переели в прошлом, понятно, что в прошлом перекормили. Это все-все-все-все понятно. Но, во-первых, уже довольно много времени прошло, и можно было, казалось бы, достаточно объективно посмотреть на эту фигуру, что мне было интересно. В 1-майский праздник 1920 года в Москве на площади Свердлова был заложен памятник Карлу Марксу. Ленин, присутствовавший на закладке памятника, подписал памятную доску. Вы когда начинали работу над этими фильмами? Вы «Хронику» смотрели с Лениным? Обязательно. Я ее даже и раньше смотрел. Естественно. Когда на гибели империи, я ее и раньше смотрел. Так или иначе, я знал практически все. Когда фильм о Ленине, вы, естественно, и по-другому взглядываетесь. Более внимательно. Да. Но вы знаете, вот даже, наверное, посмотреть разную «Хронику», увидите, что он не везде прям одинаковый. Вот в чем дело. Особенно, когда смотришь крупный план. Вот на фотографии, когда часто его крупно. Даже порой кажется, боже мой, неужели это Ленин? Да. Даже так. Закончилась демонстрация. Владимир Ильич, как всегда окруженный народом, перед отъездом с Красной площади беседует с секретарем Московского комитета партии Загорским. Я бы вот провел такое бы исследование. Убежден не проводилось. В процентном отношении. Сколько в «Хронике» Ленин улыбается? И в скольких процентов... В голову не приходило. А это же важно. Потому что, я смотрю, он улыбается. Это любопытно. Он же ведь улыбается, ну, как минимум, в 30% вот этого материала, который я видел. Потом он хорошо улыбается. Ну, конечно. Ну, вот это совсем знаменитый, да? Ну, мне кажется, он столько лет прожил во Франции, что он же отдает честь по-французски. Не как русский офицер, а по-французски. Ну, кстати, говорит, и Кепка где-то появилась. Историей Кепки занимался. Вы должны понимать, сколько я изучил вопросов. Я пытался понять, откуда Батенька взялась, откуда Кепка и когда. Пришлось бы думать. Откуда Батенька взялась? Значит, буквальных нет. Но какие-то косвенные есть. Во времена его детства была какая-то популярная то ли пьеса, то ли повесть, где какой-то персонаж, известно, употреблял вот это вот мусорное слово. Я не думаю, что оно было причиной. Ну, значит, оно было как-то в ходу, было слышимо, но буквальных доказательств нет. Но это же уже примета характера. И даже мне в кино пришлось закрыть эту тему, сказать, а что означает, спрашивает у него цара, у Ленина эта ваша батенька, громным счетом ничего. Вы сами, как Ленин сейчас сказали. Вот, смотрите, отмотайте назад. Вот, букет цветов. Вот. И вот это вот все, вот, как я... Вот, смотрите. Когда они приехали на вокзал, когда вот на санях, когда только повернулись в Россию, вот, причем это же отдельно, это можно прям фильм вот снять. У меня он заканчивается, когда они по льду едут. Тоже никто не знал. В советское время об этом даже не догадывались, что они на вот этих 12 санях пересекли Винский залив, потом приехали на станцию. Потом, значит, его встретили, там, Сталин, еще там... Он говорит, ну что там, что там, волновался, не знал, что. А может, арестуют, и все. Да, 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 и все в порядке. А там же уже, это же все драматургия. Броневик, вот это все. Они зашли с Черного Хода на вокзал. Приехали. Волнение. Ленину вручают букет цветов. Он аж зарделся. Вот просто представьте невероятность этого. Вот сейчас будет, вот это будет речь, броневик, да. Причем он в котелке ведь, здесь-то в кепочке как-то органично. А там он в котелке приехал. Он даже перед тем, как на броневик забраться, не знал, куда этот котелок, потом убрал его просто и все. И потом уж кепки всякие появились. Он был в котелке. Вот. Ну, цветы. Это история. Ну, это съемка, конечно, не того события. Само собой разумеется. Я просто воспользовался поводом, потому что это замечательно. Это не то событие. Это не то, это позже. Вот. Но Ленин с букетом цветов. Зардевшийся. Он не знает, куда тебе этот цветок. Сейчас надо вершить великие события. А тут этот дурацкий букет, который... Ну, не войдешь, не на б... Ох, вот эти моменты как раз. Вот они позволяют вскрывать персонаж, раскрывать его. Зардевшийся, с букетом. Вот это один из любимых кусков. Знаете, актер качества его определяется игрой. Насколько он хорошо умеет существовать в паузе. И вот здесь редкий случай, редчайший случай, когда мы видим в паузе. В основном это в действии, в диалоге в каком-то. И здесь редчайший случай. Я уж не готов, он присел на ступеньки. Вот не стал мешать никуда, пошел. Он не знает, что его снимают в этот момент. Да, да. И вот это... Он естественно в своем... Потом я вот смотрю, как он карандаш какой-то... Сейчас мы проходит и посмотрим. Вот этот крупный деталь, как карандаш. Вот он, даже видно какой-то. И внутри, тут же страсти кипят. Вот это, смотри, смотри, смотри. Да, да, да. Слушает. Как держит кулак? Вот он зажал его в кулаке. Я вот очень... Я даже стал думать, а что за... Вот смотри, какой, чуть не вельветовые какие-то. Вот, блин, колено он, да? Нет, он не вельветовый, просто... Ну, понятно, да. Полоску. Да, полоску. Ну, все равно вот... Ведь художники, когда работали, они ведь так же это смотрели. Они фактуру ткани искали, потому что фактура ткани, ее плотность и так далее была другая совершенно. И галстук какой. Потом эта знаменитая история с покупкой костюма. Ведь это действительно достоверно известно, что они так быстро уезжали, что он уехал в альпийских ботинках из Тюриха. Вот, в альпийских ботинках, практически в таком горном, как он в горах на прогулке гулял. И когда они в Стокгольм приехали... Ведь вообще все этот пломбированный вагон, большинство неправильно, они думают, загрузили в пробелный пломбированный вагон, и они потом приехали. Это все было значительно. Пломбированный вагон, это только когда пересекали воюющую Германию. А ехали из комфортабельного, абсолютно нормальных вагонах, из Тюриха, вот, а потом на пароме еще ехали. Это было приключение. Но в Стокгольме, где у него встречи уже были, такие с местными социалистами, они пошли в магазин. В Стокгольме до сих пор помнят это. Мы с женой были, мы с Танечкой были в этом магазине, где он купил костюм. Мы купили костюм, пару обуви, там, сапоги какие-то. Табличка не висит. Ой, боюсь обмануть, но... Могли бы, это реку, а бы хорошая была бы. На Третьем Конгрессе Ленин выступил с докладом о тактике РКПБ и произнес речи по итальянскому вопросу и в защиту тактики Коминтерна. Вот он убеждает, вы что делаете? И ведь все умничали, ведь все знали, что Троцкий намного искуснее, как оратор. Плеханов более тонкий, как аналитик, там, философ. И все, как бы все лучше. А у него это все было так собрано. Ему лишнее не нужно было. У него отсеивалось все это и концентрировалось. И все убеждают, что он умел убедить как раз. Поэтому, если мы, конечно, хотим, не ванными, не знающими родства, нам нельзя эту страницу забывать. Ни в коем случае не превозносить, не совершать вторую ошибку и памятники не сооружать. Но не знать. Субтитры сделал DimaTorzok Ленин – фигура сложная, неоднозначная. Но этот человек определил весь ход российской, а во многом и мировой истории 20 века. Прошло почти 100 лет с его смерти. Но его роль как исторической личности до сих пор вызывает ожесточенные споры. Но изучение истории должно базироваться не на эмоциях. А на фактах, документах, в том числе на кинодокументах, что мы сегодня и попытались сделать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok